Послы Казанские, знатные князья Тагай, Тевикел и Брагим, приехали и смиренно молили государя, чтобы он простил народ и царя. Уверяли, что опыт снял завесу с их глаз и что они видят необходимость повиноваться России. Надлежало верить или воевать. Государь хотел отдохновения, ибо не мог бы без чрезвычайного усилия, тяжкого для земли, снарядить новую рать. Согласно и на все условия, послы остались в Москве, а великий князь отправил с гонцом клятвенные грамоты к царю и народу Казанскому для утверждения, требуя, чтобы все наши пленники были освобождены и все огнестрельные орудия, взятые у нас черемисами, присланы в Россию. Сей гонец не возвратился. Сафа Гирей, задержав его, писал к государю, что не может исполнить договора, не присягнуть, пока чиновники казанские не выйдут из Москвы, пока великий князь сам не возвратит ему пленников и пушек, взятых Бельским, и пока вместо гонца кто-нибудь из знатнейших вельмож российских не приедет в Казань для размена клятвенных грамот. Пускай слух, что полки московские идут на Казань, мутит умами, не держит слова и нас вводит в стыд. Не будет так, мы еще живы, имеем друзей и силу, изгоним Сафа Гирея. Да изберет государь достойнейшего для нас властителя. На сие бояре именем великого князя сказали, что для России все одно, кто не царствует в Казани, Сафа Гирей или другой, если будет только нам послушен и верен в клятвах. Тагай продолжал. Казанские пленники, тоскующие в неволе, имеют отцов, братьев и друзей. Все к нам пристанут и будет мир вечный. Василий советовался с боярами. Наконец отпустили послов Казанских с Алеем в Нижний Новгород, и князь Тагай сдержал слово, написал к согражданам о гибельном для них упрямстве царя. Возмутил народ, свергнул Сафа Гирея, который в порыве злобы хотел было умертвить всех задержанных в Казани россиян. Но граждане и вельможи объявили ему, чтобы он немедленно удалился. Жену его отправили в Мамаевы-Улусы и побили многих Нагаев, вельмож крымских, любимцев Сафа Гиреевых. Всем благоприятным для нас происшествии немало участвовала казанская царевна Горшадна, сестра Магмед Аминева. Саид, Уланы, князья, Мурзы, известили Василия об изгнании Сафа Гирея и, согласные быть подданными России, молили, чтобы вместо Шик-Алея, коего мести они страшатся, великий князь пожаловал им в цари меньшего пятнадцатилетнего брата его, Яналея, владевшего у нас городком Мещерским. Их желание исполнилось. Яналей со многочисленную дружиною был отправлен в Казань и возведен на престол окольничьим Морозовым, к удовольствию мятежных сановников и легкомысленного народа. Все от царевны Исаита до последнего гражданина с видом искреннего усердия присягнули нам в подданстве, славя милость государеву и любезные свойства юного царя, коему через несколько лет надлежало быть жертвою их неистовства. Но Василий не дожил до сей новой измены. Прошло три года в мире. В доказательство своего доброго расположения к казанцам великий князь уступил им все бывшие у них в руках московские пищали, чтобы они в случае неприятельского нападения имели способ обороняться, и дозволил Яналею жениться на дочери сильного нагайского мурзы Юсуфа, который мог примирить его с сею беспокойную ордую. Важнейшие дела казанские, не только политические, но и земские, решились в Москве государевым словом. Между тем, шик аллей, награжденный Каширую и Серпуховым, завидовал брату, и, желая преклонить к себе казанцев, тайно сносился с ними, с Астраханью, с ногаями. Происки его обнаружились, и злосчастный аллей, некогда верный слуга России, был как преступник заточен с женою на Белоозеро. В сие время Василий, благоразумием заслуживая счастья в деяниях государственных, сделался и счастливым отцом семейства. Более трех лет Елена, вопреки желанию супруга и народа, не имела детей. Она ездила с великим князем в Переславль, Ростов, Ярославль, Вологду, на Белоозеро. Ходила пешком в святые обители и пустыни, раздавала богатую милостыню, со слезами молилась о чадо родии и безуслышание. Добрые жалели о том, некоторые, осуждая брак Василиев как беззаконный, с тайным удовольствием предсказывали, что Бог никогда не благословит оного плодом вожделенным. Наконец Елена оказалась беременную. Какой-то юродивый муж именем Домитиан объявил ей, что она будет матерью Тита широкого ума. И в 1530 году, августа 25-го, в седьмом часу ночи, действительно родился сын Иоанн, столь славный добром и злом в нашей истории. Пишут, что в самую ту минуту земля и небо потряслись от неслыханных громовых ударов, которые следовали один за другим с ужасную непрерывную молнией. Вероятно, что гадатели двора Великокняжеского умели растолковать сей случай в пользу новорожденного. Не только отец, но и вся Москва, вся Россия, по словам летописца, были в восторге. Через десять дней великий князь отвез младенца в Троицкую лавру, где игумен Иосафс Капицын вместе с благочестивейшими иноками, столетним Кассианом Басым Иосифово-Волоколамского монастыря и святым Даниилом Переславским окрестили его. Обливаясь слезами умиления, родитель взял из их рук своего дрожайшего первенца и положил на раку святого Сергия, моляугодника, да будет ему наставником и защитником в опасностях жизни. Василий не знал, как изъявить благодарность небу, сыпал золото в казны церковные и на бедных, велел отворить все темницы и снял опалу со многих знатных людей, бывших у него под гневом. С князя Федором Стиславского, женатого на племяннице государевой и ясно улеченного в намерении бежать к польскому королю, с князей Щенятева, Суздальского, Горбатого, Плещеева, Морозова, Аятского, Шигоны и других, подозреваемых в недоброжелательстве к Елене. С утра до вечера дворец наполнялся усердными поздравителями, не только московскими, но и самых отдаленных городов-жителями, которые хотели единственно взглянуть на счастливого государя и сказать ему «Мы счастливы вместе с тобою». Пустынники, отшельники приходили благословить державного младенца в пеленах и были угощаемы за трапезу и великокняжескую. В знак признательности к угодникам Божьим, защитникам Москвы, святым митрополитам Петру и Алексию, великий князь заказал сделать для их мощей богатые раки, для первого золотую, для второго серебряную. Одним словом, никто, живее Василия, не чувствовал радости быть отцом, тем более, что он, вероятно, тревожимый совестью за развод с несчастную первую супругую, мог видеть в всем благословенном плоде второго брака как бы знак небесного умилостивления. Елена через год и несколько месяцев родила еще сына Георгия. Тогда государь женил меньшего брата своего Андрея на княжне Хованской, Ефросинии. Братья Симеон и Дмитрий Иоанновичи скончались безбрачными. Первый в 1518, а второй в 1521 году. Василий, кажется, не дозволял им жениться, пока не имел детей, чтобы отнять у них всякую мысль о наследовании престола. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова